Оренбуржцам покажут Покровские ворота. Благотворительный спектакль по знаменитой пьесе Леонида Зорина пройдет на сцене театра музыкальной комедии. Роли Костика, Савы Игнатьевича, Хоботова и другие исполнят непрофессиональные актеры, которые сейчас активно вживаются в свои колоритные образы. До премьеры Покровских ворот остается меньше недели. Некоторые секреты постановки узнал наш корреспондент Виталий Сапожников. Пока что в небольшом зале и в современных костюмах в одежду по моде 50-х актеры переоденутся уже ближе к премьере. А сейчас главное вжиться в образы обитателей коммунальной квартиры у Покровских ворот. А вживаться есть в кого. Пьеса, а затем и фильм подарили ярких персонажей. Настоящие находки для режиссера. Беспроигрышные персонажи, такие яркие личности, там по сути нельзя сказать, что вот этот герой и остальные массовка. Все интересны по-своему, и вот мы над этим работаем. Предприниматель Алексей Шарабуков на сцену выйдет уже не в первый раз. За спиной две благотворительных постановки. Но если раньше были роли, что называется, второго плана, то теперь одна из главных. Непрофессиональному актеру достался сам Савва Игнатьевич. Соревноваться с киновоплощением в исполнении нашего земляка Виктора Борцова здесь, конечно, не приходится. Алексей Шарабуков признается, его Савва будет особенным. Понимает, что попал, так сказать, в хорошую ситуацию. То есть и мало того, что нашел женщину, да еще квартира светит. И отсюда вытекающиеся последствия и педагогом он становится. Но тем не менее, он еще на самом деле сам по себе человек порядочный. И он понимает, что он как бы вот в определенной мере придавил, так сказать, Льва Евгеньевича. Этот благотворительный спектакль в нашем городе далеко не первый. И сначала было обыкновенное чудо, имевшее большой зрительский успех, затем Мэри Поппинс. Год назад на сцене мускомедии прогремел Иван Васильевич меняет профессию. На этот раз непрофессиональные актеры штурмуют еще одно классическое произведение «Покровские ворота». Задача труппы – погрузить зал в атмосферу славного советского прошлого. Я все-таки хочу, чтобы материал был бурлесным, чтобы было и буфонада в каких-то местах, и чтобы была какая-то хорошая комедия. И в то же время и найти и ностальгию по старым добрым годам. И чтобы наш зритель, он сравнил то время и наше. И прежде всего, не социальный строй, не политический, а люди какие были. Может, что-то стоит оттуда взять? Мама, ставь себя самым! Горь на себя не самым! Надо уметь пользоваться спросом! Цели организаторов и участников проекта вновь благие. Все собранные от продажи билетов на спектакль средства пойдут на помощь онкобольным детям. Организаторы спектакля плотно сотрудничают с фондом Константина Хабинского. Мы хотим сделать так, чтобы по результатам нашего спектакля хотя бы одному, хотя бы нескольким детям, но на самом деле стало лучше. Ведь, как сказал кто-то мудрый, здоровье еще не все в этой жизни, но ничто. Но все в этой жизни ничто без здоровья. И поэтому нас эта цель вдохновляет. Премьеры спектакля 14 и 15 марта. По словам актеров, все оставшиеся до этого время предстоят долгие репетиции для того, чтобы зритель оценил постановку по достоинству. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время.